открываю этот видеоролик вы наверное задумались как можно сравнить две теслы в одном ролике но вы же знаете что кирюха петров это батя тесел и в этом ролике я покажу вам сравнение двух автомобилей tesla model 3 performance самая мощная 2019 года tesla model 3 в самом дорогом цвете красный с автопилотом конец 2020 года что между ними изменилось в этом ролике я вам покажу и все подробно расскажу как действительно нужно делать рестайлинги автомобилей батя тесел просит от вас лайк чтобы согреться потому что на улице нереальная морозяка мы вылезли в эту погоду чтобы записать для вас классное видео о будущих роликах я вам расскажу зачем мне так много машин которые увидели в инстаграм приятного вам аппетита и конечно же приятного просмотра а мы с вами друзья начинаем сравнение двух фантастически прекрасных model 3 перфоманс погнали что-то холодно боли на улице сибирь прям знаете уехала сибири но сибирь никогда не уедет из меня холодно без твоего лайка так холодно все погнали так ну что первое что мы можем заметить в тройках вот мы смотрим на две эти мордашечки они идентичны у них не менялись никакие обвесы никакие пороги никакая оптика хотя оптика на самом деле изменилась и я вам ее тоже продемонстрирую у новой трешки она намного круче потому что добавили непосредственно саму линзу ну вот просто компания тесла решила сделать рестайлинг такой по минимуму но если вы все-таки соберетесь брать теслу то желательно смотрите новые машины потому что у них намного лучше куча вещей об этом мы сегодня поговорим у model 3 девятнадцатого года другие совершенно диск они не такие аэродинамичные хотя разницу особо я не заметил кажется что по управлению по кочкам короче все одно и то же конечно там много факторов там резина может другая стоять это еще что-то но в любом случае новые диски которые вот вы сейчас видите на своих экранах черного цвета они намного круче также самый главный аспект который сразу бросается в глаза это раз хром раз хром автомобиля сразу в стоке то есть если мы берем нашу девятнадцатого года которая черненькая там не стоит расхром там все детали которые идут по краям они все хромовые и они на самом деле как сука последняя царапаются постоянно об какой-то лед об какой-то вот просто задевание кожи вот даже вот здесь вот если присмотреться все поцарапано у новый трешки такого нету там сразу идут расхрон расхромированные детали это круто это плюс по железу они абсолютно один идентичны единственное что у двадцатого года давайте даже будем называть это уже двадцать первый год потому что новых рестайлингов нету у новой машины у нее стоит тепловой фильтр который должен греть греть ну ты приедешь эти тепло должно было быть я сюда ехал на красный я замерз как сука последняя он ваще не грел ну то есть от слова совсем я еду включаю нам полную мощность и он сука не греет он шумит очень громко но не греет и вот это я бы отнес к минусам то есть они просто не выпустили какое-то обновление которое добавляло бы этот тепловой фильтр чтобы он еще теплее был хотя это очень странно работает когда мы приехали сюда мы ехали сюда он не работал когда я сходил в туалет вернулся к этой машине сел в нее в ней резко стало тепло обновить холодно короче не понимаю как это работает скорее всего они просто не допилили программное обеспечение которое они просто могут легко исправить прилетает новая прошивочка и ты уже непосредственно с хорошим тепловым фильтром это лайк я не понимаю почему других автомобилях до сих пор нет обновления программного обеспечения через вай фай это такая простая штука другие автопроизводители учитесь тесла набу вам тесла делает вещь к к к Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 нету но в любом случае вот этот глянец он здесь абсолютно не нужен мы потом посмотрим как это выглядит в 2020 году в конце 2020 там они полностью переделали эту концепцию вы должны погрузиться сначала в детали этого автомобиля чтобы понять что же у нас изменили здесь у нас подлокотники тоже есть всякие ништяки огромный бардачок вы не поверите но у меня здесь есть геймпад геймпад мы подключаем к машине можем играть в игры я не шучу реально мы можем включить игру fallout share the shelter cup cup the head запилим улыцплей стильные очки у меня есть это уж когда на разборке еду он всегда пригождается вот смотрят меня какие мужики которые хотят купить теслу и думаю чем дурачить мужики будьте проще будьте обычными пацанами ты понимают хочешь купить себе теслу смотришь обзор но будь проще брату будь обычным что ставь лайк если у тебя есть хоть одна грязная тряпочка в машине по салону по салону все плюс-минус то же самое ничего не добавили ничего не убавили единственный аспект вот эти две клавиши аварийка и сос находятся очень рядом я иногда когда говорю спасибо на дорогах смотрите что происходит я еду такой рулю и такой ой попал я звоню илону маску конечно звоню илону маску и говорю извините я спасибо хотел сказать короче можно если быстро не среагировать это очень отвлекает от дороги вот эту кнопку тоже изменили а у нас есть здесь сразу камера я вам рассказывал о ней когда снимал про tesla model s play когда новая вышла в моей model 3 она тоже есть она есть во всех model 3 ее пока не активировали но выйдет новое обновление у нас просто активизируется эта камера которая будет следить за нашим фейсом будет следить за тем как мы смотрим на дорогу засыпаем ли мы за дорогой короче она будет отслеживать нашу мимику лица и и тем самым даже вот как я и говорил когда будут случаться какие-то аварии мы будем с вами видеть вокруг аварию скамер тесла и еще как человек и не знаю там подпрыгивает просто вот так вот от аварии короче ждем новую серию аварий с новыми видосиками из салона потому что такое обычно никто не снимает это прям редкость когда навигатор точнее регистратор направлен на дорогу и на человека эмоции получаешь больше когда видишь когда человек прямо подпрыгивает осуждаю не надо попадать это все шутки все пойдем в новый 2020 год конец 2020 года сядем и покажем сразу подогрев жопы но сразу что можно заметить то что здесь есть у нас стоит новая версия прошивки то есть если мы посмотрим на эту машиночку то мы по другому вообще ее видим ну ладно это все меняется прошивками я просто еще новую прошивку не поставил просто не поставил новую прошивку мы это сделаем мы даже это прямо сейчас сделаем пойдем пойдем мы это сделаем прямо сейчас она скачалась вот посмотрите как сейчас у меня выглядит машина то есть мы можем открыть передний багажник можем открыть задний багажник и можем открыть charger чтобы зарядить машину зафиксировали как все это выглядит мы берем нажимаем будильник заранее мы через вай фай скачиваем обновление ставим установить сейчас а надо отключить центр ремонт ну естественно чтобы она не жила заряд все 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 хорошо хорошо уговорила устанавливаем сейчас через две минуты она начнет устанавливать обновление и пока я рассказываю про тот автомобиль этот пускай стоит и обновляется и потом увидим вообще другую машину и это круто они могут менять дизайны оформление все что угодно все пойдем первое самое главное что я не могу делать своей машине но она вот сейчас пока обновляется до девятнадцатого года она станет точно такой же по оформлению то есть также будут анимации открывания двери смотрите открываю дверь дверь открывается она не учитывает степень открывания двери но показывает что дверь открыт и это прикольно вроде бы мелочь но такая просто 3d модель к показывает что у тебя открыта дверь макс открыт сзади дверь чуть-чуть смотрите видали вот закрой о вообще-то о причем смотри открой дверь и теперь закрой она показывает когда дверь у тесла открывается она приспускает стекло потому что не безрамочное стекло об она припускает стекло и открывает дверь и она даже здесь в анимации вот я захлопываю и она типа закрылась и стекло поднялось мелочь а как приятно также что у нас нового здесь первое вообще что конечно бросается в глаза это центральная консоль она полностью изменилась как вы видите никакого глянца сразу матовые детали вот с такой рамочкой почему-то расхромовой но она прикольно выглядит если бы она была черной она была бы наверно не такой классный а здесь прям стиль и здесь нету такого уже что там сделайте это нежно там или еще что-то она закрывается с первого раза точно такой же лючок ну плюс-минус то есть такой же в model x стоит и model s вот но мне очень нравится вот этот цвет как они подобрали в подстаканниках как будто бы есть нагрев но я не знаю как он включает сами эти подстаканники они ну они горячие я не знаю маша не выпустят обновление можно будет охлаждать или нагревать напитки было бы тоже классно из минусов это во всей машине нету юсб портов есть один юсб порт который находится в бардачке но здесь стоит флешка теслы которая записывает со всех камер вокруг больше юсб шик тут нет во всей машине вот здесь два тайп си стоит сразу сзади 2 тайп си стоит и вот я хотел зарядить допустим iphone я не могу это сделать потому что у меня юсб не могу просто соответственно нам нужно покупать тайп си на лайтник ну ладно это тоже не сильно большая проблема нужно идти в ногу со временем команд имеешь новый автомобиль ты должен иметь новый девайс это нормально не будем к этому придирать что еще здесь добавили у переднего багажника если его открою там принципе все то же самое хотя маленькие изменения тоже есть я вам попозже это все покажу сам он не закрывается также нужно вручную это делать но некоторые умельцы у нас в россии и европе любят ставить доводчики на передний капот передний багажник что багажник сам закрывается я думаю это не нужно можно и рукой в принципе это все сделать я в передний багажник практически не лазит что это тоже мелочь очень важная черта которая тоже здесь изменилась это беспроводная зарядка у нас есть iphone 12 pro max мы кладем сюда и он беспроводным способом сразу же начинает зарядку это круто это прикольно это удобно но какой я заметил для себя минус когда я еду за рулем вот в таком положении здесь кстати наклеечка есть очень люблю наклеечку поэтому не открыться здесь тоже стандартная наклеечка все прям как завод даже на педалях наклеечки неудобно смотреть в телефон понятно что в реалиях европы и америки напомню что в россии официально тесла не существует мы смотрим навигацию на планшете то есть мы зажимаем допустим или вводим адрес который нам надо нажимаем навигацию он просчитывает маршрут показывать с какой скоростью нужно ехать чтобы доехать до точки b из точки а но здесь в россии у нас не работает навигация поэтому мы пользуемся навигатором мы открываем навигатор я хочу поехать ну куда-нибудь хочу поехать вот поехали я кладу его сюда и я не вижу половина телефона это я считаю тоже минус да удобно прикольно он не улетает я разгонялся быстро он не улетает но я не вижу половину телефона вот я еду и мне приходится заглядывать туда чтобы увидеть что же там происходит это минус небольшой но минус можно было бы экран повыше сделать было бы прикольно но этого сделать нельзя коробка передач все тоже самое поворотники те же самые омывайку включать тоже самое сам руль немножечко потерпел изменения он выглядит точно так он просто сделан чуть-чуть из других материалов колесики чуть чуть поприкольнее вот эти пупырышки которые есть крутилочки вот эти вот классные прикольные они чуть-чуть по другому выглядят они чуть-чуть по-другому тактильно ощущается и более чувствительны более чувствительны чем девятнадцатого года это прикольно это прикольно стоит обратить внимание вот на эту кнопку раньше на алиэкспрессах люди которые сдавали в аренду тесла они клеили сюда наклейку что эта кнопка открывает такую-то такую-то дверь теперь след индикации эта кнопка уже сразу подсвечена что это открывает левую дверь и правой соответственно правая там дверь открыта задних соответственно тоже там левая правая все здесь больше изменений в принципе никаких и нет вот на задние ряды у нас вообще не потерпели никаких изменений кнопочка аварийки помните вам показывал здесь она выглядит просто огромная кнопка аварийки это удобно она огромна она нереально огромная теперь удобно говорить спасибо в америке и европе это не принято но они поняли что люди промахиваются нажимая аварийку могут нечаянно вызвать сос поэтому они просто делали аварийку а кнопочку сос они вызвали вот сюда сосе и меджен сикол нажимаешь и все и вызывается либо когда случается авария автоматически тесла вызванивают своих операторов и они спрашивают все ли у нас хорошо если все плохо они снимают машины с гарантии и утилизируют на самом деле они отправляют на аукцион продают потом кто-то их покупает чинит и перевозят в россию вот это суровые реалии ну такова жизнь а да прикинь мы тут мы тут узнали что показывает насколько стекло опущено чего я даже не знал этого офигеть чем еще заняться на зарядке прикиньте как они датчики туда просто зафиксировали илон маск что же у нас здесь есть здесь тоже потерпела все изменения давайте сразу в моей машине второй точнее 1 откроем передний багажник это все дело через приложение причем машина у нас сейчас обновляется принципе невооруженным взглядом видно разницу здесь у нас лежит коврик под ковриком у нас находится буксировочный трос вот он сучка моя сладенькая здесь все у нас находится здесь у нас есть держатели под пакеты которыми никто никогда не пользовался но на самом деле когда был в америке я пользовался чтобы пакеты не летали просто на ручку надеваешься здесь мы видим что у нас исчезли эти ручки переднем багажнике то есть скорее всего из-за ненадобности у нас появились две дырки под болты чтобы открывать непосредственно весь этот пластик и есть туда двигатель убираем этот набор тесловский видим что здесь нет никакого коврика у нас сразу пластиковая поверхность которая скорее всего если у вас какие-то ключи или что-то здесь будет лежать будет брякать просто как сучка сразу буксировочный трос видим но закрываем его теслой остальное все плюс-минус то же самое больше ничего здесь не поменялось это в принципе наверное все отличия тесла которые у нас с вами есть все закрыли багаж я конечно прошу прощения что я вот так вот прыгаю и холодею у вас на глазах ну я чё-то нереально сегодня замерз просто нереально но мы на этом финале в наш сегодняшний ролик вы сами можете сделать вывод того что новая model 3 2020 года конца 2020 года зыбьс 2019 тоже зыбьс я бы не сказал что здесь все намного хуже просто маленькие частички рестайли это круто это прикольно это классная у других автопроизводителей такого не видел они просто обновляют внешку и все и на этом забивают дальше здесь же они идут учатся что-то новое дорабатывают и программным обеспечением что-то новое добавляют но на самом деле это еще не конец это начало великой истории батя тесел навсегда останется батям тесел но я же должен посмотреть что-то новенькое и это полистар полистар 2 обзор на эту машинку вы скоро увидите ну а пока мажоры летают на своих вертолетах я сажусь в этого шведа я такое своими глазами вижу господи боже мой чего только стоят безрамочные зеркала которые вы тоже скоро увидите и забывайте ставить лайк этому видеоролику и обязательно подписывайтесь на канал если хотите видеть больше таких крутых видосов и обзоров еще будет третье видео где я расскажу зачем я купил себе tesla model 3 которую вы сегодня видели и полистар 2 зачем мне так много электромобилей я все это расскажу в третьем видео которое вы тоже увидите после обзора этого автомобиля подписывайся это будет легендарная херн лайк приятно